Сымптомы 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 Это молниеносная так называемая сыпь по типу волдырей. Встречалась она у людей среднего возраста. И что надо сказать, единственный вид сыпи по типу волдырей, который определялся до респираторных проявлений заболевания. Длилась около 10 дней. Третий вариант сыпи – это так называемая крапивная сыпь. Чаще встречалась у молодых, локализовалась по всему телу, реже на ладонях. Сопровождалась зудом, болями. Четвертый тип – это так называемый макулопопулярный тип. Встречался в 47% случаев. У разновозрастных категорий пациентов это тоже плоские, небольшие образования, плотные красные образования над уровнем кожи, которые длились у всяких пациентов по-разному. Но то, что встречалось в большом количестве пациентов, этот симптом обратил более целенаправленное, особое внимание на себя. Следующий, так называемое ливедо, или известный синоним этому симптому – некроз. Это небольшие красные, синюшные или фиолетового оттенка пятна, которые имели сосудистый рисунок и чаще всего ассоциировался с нарушенным, сниженным кровотоком у пожилых пациентов. Такой симптом сыпи был выявлен у пациентов с крайне тяжелым течением коронавирусной инфекции. Учитывая то, что мы определили по типу волдырей, сыпь проявлялась до респираторных всех проявлений коронавирусной инфекции, очень важно, чтобы каждый человек был более внимательным к себе. Это так называемая самодиагностика заболевания.